В этом году по программе губернатора «Народный бюджет» в Великому Устьюге благоустроено сразу 10 тротуаров, удобных и комфортных. Это отличный пример эффективного взаимодействия органов власти и устьюжан. Люди вышли с инициативой, собрали необходимые документы, заявились на участие в конкурсе и победили. Так, в рамках проекта на улице Сахарова у дома 23 появился новый тротуар протяженностью 63 метра и шириной 2. Стоимость работ составила 381 тысячу рублей. Обочины уже расчищены, заросли травы убраны. В ближайшее время будет благоустроена и контейнерная площадка, которой пользуются жители многоквартирных домов. А также будет оборудован удобный подход со стороны санэпидемстанции. По дороге, которая у нас сквозная идет на улицу Сахарова, в этом проекте насчет этого ремонта ничего нет. Мы регулярно эту дорогу подсыпаем, но она все равно нуждается, конечно, в более качественном и дорогостоящем ремонте. Но на это средства пока не запланированы. Новый тротуар жители микрорайона «Гора» уже оценили по достоинству. Но в нескольких метрах от благоустроенной чистой территории находится участок дороги, который портит всю картину. Новый тротуар, конечно, это хорошо все делается. За два течения двух лет наделали дорог, много тротуаров. Откуда и деньги взялись у правительства, администрации. Очень хорошо. Но у нас есть такой участок безобразный. Район тут, санэпидемическая станция. И вот тут какие-то 100 метров. Безобразие просто. Грязь наносится на асфальт. Разрыв всего 100 метров, может, меньше. Еще когда-то, давно, лет 5, а может больше, обращался к депутату, чтобы этот участок восстановить. Но до сих пор все вот так. Также подошло к завершению строительство еще одной пешеходной зоны по улице Кирова. В рамках проекта был обустроен тротуар и парковка от улицы Красной до улицы Герцена. Для обеспечения отвода талых и дождевых вод здесь построен дренажный колодец. В скором времени будет благоустроена контейнерная площадка. Кроме того, городской администрации было принято решение продлить данный тротуар от улицы Герцена до улицы Осипенко. Общая протяженность составляет 120 метров. Несмотря на появление комфортной и удобной для передвижения пешеходов территории, у Стюжан появились вопросы по безопасности перехода на улицу Кирова. Там вот приходится переходить, здесь идешь вроде бы, мне нравится, что здесь и парковка хорошая, и тротуар сделали, здесь приятно ногой ходить, но опять видите, там вот машины, да, переходите. Не знаю, может кому-то и удобно так, но я уже привыкла, вот что здесь вот не надо, я раньше жила, да, переходи сюда. Но в принципе нормальный, мне нравится, что тротуар сделали. С появлением нового тротуара мнения у Стюжан разделились. Некоторые люди считают, что когда тротуар в данном месте заканчивается, дальнейший путь небезопасен. Людям приходится переходить проезжую часть не по пешеходному переходу. Тем самым нарушая правила дорожного движения. Проблема решится в ближайшее время. И передвигаться у Стюжаном в районе улицы Сипенко и Кирова будет не только комфортно, но и безопасно. На сегодня до улицы Сипенко тротуар он продлен. Есть вопрос спорный о пешеходном переходе, который находится. На другой стороне принято решение о том, что мы по улице Кирова обустраиваем пешеходный переход, чтобы было безопасно перейти на противоположную сторону к пешеходному переходу. И здесь будет небольшой тротуар из плит сделан, чтобы можно было подойти по этим плитам до пешеходного перехода через улицу Сипенко и дальше идти уже по улице Кирова на гору, ну или с горы. Отметим, чтобы стать участником программы «Народный бюджет», необходимо подать заявку в городскую администрацию. Все интересующие вопросы можно задавать по телефону 2-73-21. Возможно, именно ваш проект по благоустройству дома или дворовой территории станет победителем в 2023 году. Оксана Митинева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».